В красной зоне по ковид-19 остались 12 регионов России. Лишь небольшая часть российских регионов, 14%, остаются в красной зоне по ковид-19, так считает эксперт по статистике моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Аналитик присвоил цвета каждой группе регионов в зависимости от значения индекса заболеваемости. Если заболеваемость снижается, то индекс будет меньше единицы, если растет, то больше. В красной зоне остались 12 регионов, 7 областей. Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Еврейская автономия, Сахалинская, А также Удмурдия, Немецкий автономный округ, Крым, Алтайский край. А вот Коми, Севастополь и Оренбургская область за минувший месяц вышли из красной зоны. Москва оказалась в группе светло-зеленых регионов, то есть пандемическую обстановку в столице можно считать положительно стабильной. Санкт-Петербург в желтой группе, там ситуация по ковид-19 удовлетворительная. Зеленая зона, ситуацию в которой можно считать спокойной, представлена 11 регионами. Это Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край. К сожалению, коронавирусом можно заразиться повторно. Об этом сообщает журнал Cell из Соединенных Штатов Америки. Ученые изучили селезенку и лимфатические узлы умерших от коронавируса и определили, что в органах отсутствуют герминативные центры, обеспечивающие устойчивый иммунитет. При тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает много молекул цитокина, там, где формируются герминативные центры. В таком случае переболевшие могут заразиться повторно. Инструкция по вакцинации от коронавируса. Некоторым категориям граждан не рекомендуется прививаться. Центр имени Гомолей, где была создана первая отечественная вакцина «Спутник» против новой коронавирусной инфекции, опубликовал инструкцию по пользованию препаратом. В документе отмечается, что перед применением препарата врач должен осмотреть пациента, а также измерить у него температуру тела. После этой процедуры человек должен находиться под наблюдением медика 30 минут. Беременными кормящим мамам прививку делает не рекомендуется, в случае гиперчувствительности к одному из компонентов лекарства, а также при наличии аллергии. Помимо этого вакцинация противопоказана людям, которые уже болеют ОРВИ. Прививаться в таких случаях можно лишь через 2-4 недели после выздоровления. Если же течение простуды было не тяжелым, то вакцинацию можно проводить после снижения температуры тела. Пациентам, страдающим заболеваниями печени, почек, эндокринной системы, системы кроветворения, прививка не рекомендуется. С осторожностью надо применять препарат тем, кто страдает от эпилепсии, проблем с сердцем. В список противопоказаний входят аутоиммунные заболевания, первичные и вторичные иммунодефициты. Людям с астмой, с диабетом, с метаболическим синдромом, с экземой также стоит быть осторожнее. Среди побочных эффектов медики выделили озноб, повышение температуры, головную боль и общее недомогание. В редких случаях возможны приступы тошноты, депрессии и снижения аппетита. Срок годности препарата составляет полгода. Клинические исследования вакцины планируется завершить в сентябре 2020 года. Все лица, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо и не испытывают никаких побочных эффектов. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев.